всем привет с вами ольга чернова моя огородная аспука у нас опять прекрасная погода мороз и солнце вот теплицы искрятся от иния солнышко обманчивое утром в 9 утра было минус 5 вот я сейчас пробираюсь снова в теплицу тот кто смотрит меня постоянно знает что где-то здесь вот среди этих арктических сугробов снегов вон там живут у меня томаты вчера которые я вынесла первый день они конечно еще не высажены не прикопаны просто стоят в контейнерах на адаптации все люди которые спрашивают как вы туда ходите хожу по своим старым следам да они уже немножко утоптались и морозится но сейчас я сюда пока вот иду в ту теплицу я хочу по просьбе своей постоянной зрительницы надежды красиковой еще раз рассказать о теплицах про установки теплиц у меня вот теплиц много разного назначения есть и придомовая в которой я рассаду выращиваю выращивала теперь я буду там наверное томаты нынче высаживать если получения раннего урожая обогреваемые есть холодные есть просто даже вот эти вот сейчас покажу видите пристроена к гаражу еще с советских времен из рам простая такая простецкая вот мои томаты на снегу замерзли все про теплицы если говорить общую информацию у меня же есть каждый год я видео снимаю по просьбам зрителей и осенью и весной если говорить про общую информацию то конечно мы должны не забывать и о заборах и и о заборах и о деревьях и о строениях все это может помешать нашим растениям вот эти безобидные вишни которые стоят сейчас голые казалось бы ничего но если рядом не отступить положенное расстояние установить рядом теплицу они же летом будут все зеленые будет притенение качество томатов и огурцов но всех короче растений портится вот эта банька нам соседская сильно портит жизнь тоже видите какая тень вот тот забор наш уже металлический сплошной он тоже если близко к забору поставить он тоже может притянить и рассада будет вытягиваться короче общие правила это делаем достаточный отступ расстояние должно быть от заборов от деревьев от всяких строений вот у нас здесь и гараж и баня и дом все это мы должны соблюдать но я все-таки по своему опыту знаю что самое самое главное это регион в котором мы живем потому что сейчас продвинуться дальше потому что от этого в первую очередь нужно плясать сейчас подождите проковыряюсь немножко я уже прошлый позапрошлый год говорила что мы все делимся на теплых и на холодных о надюшка бежит ясно что холодные огородники это мы у которых регионы холодные не как но который короче мы гоняемся за каждым лучиком солнца и поэтому расположение по частям света вот в соответствии с этой с розы ветров стенки на юг или стенки на север у южных и у холодных вот нас у нас например у сибиряков будут совершенно разные потому что нам нужно сейчас еще метр пройду как бы не упасть потому что нам то нужно вот видите у меня расположена так что вот эта сторона она всегда освещается солнцем самая длинная то есть я стараюсь установить так чтобы было как можно больше солнца в теплице а вот те которые живут на юге люди они пишут наоборот что так как у них и так жарко если вот эта вот длинная сторона будет установлена на солнце то там могут даже растения сгореть будет сильно жарко они наоборот стараются установить торец так чтобы растения друг друга вроде загораживали как следующим будет не так жарко как первым поэтому тут видите ко всему нужно подходить очень обдуманно смотря какой у вас регион и опять же даже независимо от региона я вот если бы я хотела я бы все теплицы поставила вот так вот вот эта сторона греется тут отступил 3-4 метра дальше там тоже длинной стороной вот тут еще ведь у нас зависит от участка от наших как сказать возможностей вот у меня участок 6,8 сотки и ясно что вот так вот как нужно мне вот например вот для получения раннего урожая это вот обязательно вот так должна быть установка то есть вот эта длинная сторона должна идти на южную сторону чтобы там как можно раньше солнце туда заходило чтобы теплица прогревалась вот так как участок маленький не всегда можно поставить так вот у меня эти теплицы стоят так как нужно а вот там теплица я уже туда не полезу видите вон там вдалеке там была возможность установить наоборот только поперек и она 6 метровая больше ничего туда не влазила так что из всех исключить ой всех правил есть исключение ту теплицу поставили не так как нужно для ловли солнечного света там тоже растет там перцы у меня всегда росли еще хочу сказать что если стоят две теплицы рядом обязательно нужно большое расстояние чтобы тень от этой теплицы не накладывалась на тень поин на эту теплицу потому что там будет темновато потом дальше идем ясно что если говорить о придомовых теплицах тут уже нам выбор маленький небольшой тут мы можем ее пристроить только с той стороны но ясно что вы не будете пристраивать с той стороны где вход в дом вот с ограды с улицы к той стороне тоже вы не будете пристраивать и вот у нас единственно возможный вариант был пристроить вот к этой стене вот так вот но мне повезло что эта стена как раз она с утра очень хорошо быстро прогревается и это вот получился идеальный вариант но у нас так просто совпало может совпасть может у вас так не совпасть и если вы хотите пристроить то тут конечно выберите только ту стену которую вы можете закрыть вот это теплица вот еще раз говорю видите она построена я не выбирала направление света или что и еще одно вот здесь теплица который вот у меня обрушилась но видите вот сзади за яблоней там за надюшкой там половина она осталась я еще туда проползти не могу вот эту теплицу я установила вообще как сказать против всех правил потому что здесь и направление не такое как нужно бы мне вот как сибирск сибирский регион и казалось бы мне нужно чтобы большая боковая стена прогревалась а у нас солнце вот в торец идет видите она идет в торец и почти весь день она в торец светит а потом когда сюда заходит тень от дома вообще закрывает эту теплицу но оказалось что это даже неплохо я вот когда туда ставила я еще думала может быть там вообще ничего не будет расти потому что большая вот эта длинная сторона вообще не прогревается но как солнце там нет все только в торец бьет а она же длинная восьмиметровая я думала что тем не хватит оказалось вот у нас несколько жарких лет подряд было оказалось что в этой теплице растения даже комфортнее себя чувствуют чем там где у меня установлено вот по правилам потому что тут половина дня у них солнышко температура поднимается когда до средины показаний максимальных а потом хоп тень от дома и все когда остальные вот здесь изнывали от жары в этой теплице томаты тут была такая комфортная температура потому что половина в тени и вот проведя вот эту проверку опытным путем я поняла что теплицу можно ставить наверное везде как вам удобно но вы видите мы же вот делаем так вынуждена это поставлена вынуждена именно к этой стороне это поставлена вынуждена потому что здесь был пустырек на котором и не было земли ничего не росло да тут и тень я сначала вообще здесь ничего не выращивала а потом поставила оказывается наносили туда земли можно и так расположить и вот если подытожить все что я до этого говорила то конечно мы начинаем выбирать место так если есть возможность то лучше ставить по правилам чтобы не было рядом забора чтобы не было рядом соседских вот строений например там всяких банек сараек вот у нас видите соседи там нагородили всего-всего это еще дореволюционная постройка туалет наверное тоже лучше чтобы не было забора рядом никаких банек ничего и лучше всего если вы на живете в холодном регионе чтобы вот эта большая сторона освещалась солнцем большую часть дня чтобы там всегда было солнце ну а если южный регион я не буду им конечно советовать я ни разу не жила на юге но карелька как они люди говорят что им такое расположение не подходит там все у них сжигается им наверное нужно делать по-другому я вот могу сказать про свой сибирский регион и если у вас есть возможность ставите по правилам а если нет возможности теплицу можно установить хоть как хоть в каком уголке своего например участка хоть как располагать в соответствии с розов ветров тоже произвольно оказывается и так и так мы всегда получаем какой-то плюс какой-то минус вот тут плюс при таком расположении для раннего урожая идеально быстро все здесь созревает утра на согревается земля а зато там где наоборот стоит теплица где вторец светит там зато летом когда здесь задыхаются там растения отдыхают и плодоносят хорошо там и завязываемость хорошая и не сгорают они не крутятся листья все так что могу всех успокоить что установить теплицу оказывается можно хоть как у меня вот четыре разных расположения по всем частям света короче и так и так и так раскручены поставлены и везде все нормально растет наверное все таки больше зависит от ухода от нашего они от расположения теплицы все до свидания